приветствую друзья скалхозил вот такую схемку достаточно коряво собрано но работает дроссель намотал из того что было под руками фильтр ферритовый от провода от компа ну соответственно старые кондера вот такие микруха у c3845 вот такой вот резистор на 0,05 ом нет по-моему 0,05 ом до 0,05 ом и опять же небольшой набор деталей работает схема на частоте где-то 66-70 кГц очень интересная особенность этого преобразователя в том что можно получать как повышенное напряжение так и пониженное то бишь он повышающий понижающий вот тут я нацепил осциллограф китайский колхозный ну и соответственно вот лабораторник показывает что на входе ну это холостой режим он так немножечко под потрескивает такой слабое слабое трещание слышится но это опять же сказывается вот это вот колхозная намотка дросселя здесь по-нормальному намотать на хорошем магнитопроводе то не будет ничего ну и соответственно схема не боится короткого замыкания за счет вот этого вот резистора который направлен на третью ножку микросхемы как индикатор превышение тока отключает шим преобразования сейчас 7 вольт и соответственно видим где-то 33 ватт она она тут плясать будет сейчас туда-сюда резистору нагрузку 1.8 ом очень сильно греется сейчас здесь 7 вольт на выходе итог порядка где-то 3 ампер давайте попробуем даже замерить 7,3 вольта достаточно неудобно в одну руку это все дело на штатив доставать в лом 1.8 ом и 7 вольт почти 3 ампера будет туда-сюда тоже вот так вот немножечко ходить конденсатора вон те которые были найдены где-то на мусорке из какой-то старой аппаратуры впаянные и как показалось как выяснилось позже они дико греются то есть если там включать транзисторы вот я включил транзисторы будет радиатор такой немного теплый вот в нагрузке частота сейчас 76 75 немножко тут меняется тоже с увеличением или уменьшением напряжения но по питанию вообще кипяток может может и жахнуть поэтому лучше как бы не не рисковать здесь разбег по напряжению от 3 и 7 вольт можно делать до 37 кондера 35 вольт я больше не рискнул поднимать иначе точно жахнут ну а соответственно ток меняется то где-то 3 ампера он при 5 вольтах но соответственно при 35 где-то это 0,5 ампера нагружал я его вот это сейчас мы с вами попробуем его тоже нагрузить напряжение 35 вольт где-то 34,6 прогревается соответственно 4,3 где-то до 5 до 0,5 ампер будет подниматься вот оно видно сейчас 0,44 опять же если взять хорошие кондеры там зашунтировать их какими-то пленочными то такого не будет сильного нагрева ну а радиатор даже при длительной работе еле-еле теплая быстро нагревается держать не получается он вообще на 1 ампер ну где-то получается работает половину своей мощности ну что перейдем к схеме давайте посмотрим основные особенности позже покажу где посмотрел идею ну вот друзья схемка за основу взят инвертор на LC3845 мини-инвертор для злого шокера можно там найти погуглить значит здесь у нас только добавлено вот это вот делитель напряжения соответствующий для того чтобы на резисторах для того чтобы подстраивать нужное нам напряжение от 5 до 40 вольт ну соответственно вот это у нас защита поток уйдет то бишь можно коротить и схема не сдохнет если этой защиты не будет то при первом же карташе у вас вылетит либо транзистор либо микруха там вот кондеры нужно взять какие-нибудь посерьезнее не те которые у меня с мусорки а какие-нибудь лов и есер там с материнки ну желательно напрягом на 50 вольт может быть даже и больше но не знаю номинал у них стандартный 50 вольт идет ну и все три штуки соответственно от 220 до 470 микрофарад если будут греться сильно можно опять же попробовать зашунтировать их пленочными конденсаторами на 100 нафарад то есть вот у нас раз два и три это вот электролитические конденсаторы которые должны быть более-менее сносного качества этот SMD резистор из Китая заказывал 0,05 сотых ома десятых вернее резисторы тут все стандартные обычные простые самые там 0,25 ватт частотозадающая цепочка вот эти два резистор конденсатор соответственно частота на выходе должна быть от 60 до 70 кГц дроссель лучше использовать на хорошем магнитопроводе либо марганцевые такие зелененькие сердечники в Китае продаются либо ферритовый на железе вот этом желтое порошковым ну так ходят слухи что не очень хорошо будет КПД низкий ну вот как и у меня но у меня еще конденсаторы конечно очень сильно греются на них так скажем теряется основная основной КПД очень хорошая стабилизация схема то есть меняем напряжение на входе на выходе на 100 вольт буквально там падают ну незначительно это начало это конец то есть фазировка обмоток если это начало то это конец то это начало если фазировку спутать то работать не будет ну и все это дело мы сажаем на радиатор вот радиатор такой вот колхозный как бы без радиатора транзистор греется но на радиаторе может долго работать и будет не сильно горячий идею подсмотрел вот здесь сайт чешского электронщика много интересных схем всяко разных ну вот в том числе и наш вот этот который сегодня рассматривали у него здесь замеры 15 вольт 4 ампера снял 60 ватт но у меня поменьше было у него дроссель здесь по 24 витка но мне было в лоб мотать так же я там в коей воде еще посмотрел сейчас перейдем позже в принципе сделал 10 и 10 вот частота здесь в оригинале под 100 кГц 90 с чем-то соответственно тоже у него за счет высокой частоты большего числа обмоток дросселя меньше нагрев транзистора происходит то есть можно вот этот способ как у него соответственно увеличить число видов дросселя поменьше сейчас преобразователь напряжения однотактный малогабаритный и довольно мощный обычный преобразователь может либо повышать либо понижать входное напряжение данный же вариант умеет и повышать и понижать только эту идею посмотрел еще раньше в 2018 году я у него подсмотрел дроссель 10 по 10 витков решил взять его за основу ну пришлось ввалить артурке дизлайк потому как он забыл пятую ногу повесить на минус соответственно схема работать при этом не будет ну а в общем все в принципе точно так же я думаю что все что нужно рассказал у кого появились какие-либо вопросы пишите комментарии задавайте спрашивайте может быть позже сделаю статью по этой теме всем пока и спасибо за просмотр